Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия, почтения! Знаю, как октябрь вас нешуточно стрессирует и поднимаются всевозможные старые программы, состояния, которые еще больше нужно трансформировать. Когда более нежно нужно к себе обращаться, и вот тут-то мы и проходим экзамен на наше взросление и на любовь к самому себе. Сегодня вашему вниманию я предлагаю тему «Жизнь на новой земле. Духовные наставники». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, продолжим разговор о том, кто же такие святые и каким образом им удается помогать человеку с тонкого плана земли. Как вы уже знаете из предыдущего послания, святость по человеческим меркам понятие весьма относительное. Так, официально причисленные к лику святых люди, когда-то проживавшие на земле, могли вовсе не быть таковыми. И наоборот, те, кто подвергались гонениям со стороны церкви, были на самом деле великими светлыми душами, которые продолжали помогать людям и после своего ухода с земного плана. И таких примеров немало. Порой церковь была вынуждена причислить к лику святых тех, кому, чувствуя их помощь и поддержку с небес, интуитивно поклонялись люди. И ярким примером тому явилась Матрона Московская, которую святой выбрали сами люди, и мощи которой хранятся теперь как реликвия. Почему человеку так важно прикоснуться к мощам или иконе, почитаемого им святого? Только потому, что пребывая еще в реалиях трехмерного мира, им хочется иметь осязаемое доказательство того, что святые действительно существуют. Особенно это важно для тех, кто еще не чувствует энергии и не может общаться телепатически с существами, обитающими в тонких мирах. Кроме того, икона святого или его нетленные мощи является своеобразным порталом в тот мир, где этот святой обитает, энергетическим мостиком, соединяющим его и человека, который к нему обращается. Почему иногда происходят чудеса исцеления людей, прикоснувшихся к святым мощам? Такой непосредственный контакт помогает человеку энергетически соединиться с небожителем и тем самым впитать в себя его высоковибрационные исцеляющие энергии. Но чем выше становятся ваши собственные вибрации, тем меньше вам нужен подобный материальный фетиш, поскольку вы уже способны сами дотянуться до вибраций святого, проложив энергетический мостик между ним и вами, своими чувствами, своими мыслями и своими намерениями. Я знаю, что многие из вас уже так и делают. Мысленно обращаются к своим любимым святым за советом и поддержкой и чувствуют, что те их слышат. Такая обратная связь может выражаться по-разному. Кто-то может почувствовать даже физически их легкое нежное прикосновение, кто-то ощутит их любящие энергии, разливающиеся теплом в сердечной чакре либо по всему телу, а кто-то получит от них ответ на волнующий его вопрос в виде озарения, внезапно промелькнувшей мысли, порой неожиданной для самого человека. Иногда святые берут человека под свое покровительство и ведут его по жизни, посылая ему знаки и подсказки через его ангела-хранителя. И многие люди это уже чувствуют, обращаясь именно к тому святому, который установил с ним энергетическую связь. Какими же критериями руководствуются святые, выбирая себе подопечных на земле? В первую очередь они покровительствуют людям, вышедшим на служение и живущим для других. Именно так жили когда-то и они сами, воплощенные на земле, поэтому они хорошо знают, какой это нелегкий труд и какая огромная ответственность. Они, подобно ангелу-хранителю, этого человека, стараются всегда быть рядом с ним, подстраховывая его и уберегая от опасностей. Это те самые духовные проводники, которые ведут вас по жизни, оберегая от духовного падения и прокладывая вам путь к свету. Их тоже можно назвать ангелами-хранителями, но только обитающими в более высоких мирах. Это ваши духовные наставники и ваши покровители, бесценные помощники на вашем земном пути. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «Духовные наставники». Маленькое дополнение. Иногда вы чувствуете в определенные дни, когда вы больше сливаетесь со своими духовными наставниками. Но иногда, ввиду каких-то ваших испытаний, или когда вы вернулись, чтобы исправить что-то в низкочастотной энергии, или утяжеляетесь какими-то внутренними процессами, которые происходят у вас. Возможно, это глубокое чувство вины. Я бы сказала, первичная вина поднялась. И вот тогда у вас ощущение, что вас оставили ваши наставники. Возможно, это и так. Но ведь ваша мысль, ваша осознанность, ваше уже мастерство тоже помогает вам вновь вернуться на те уровни сознания, которые вам уже более приятны. Через собственное устремление, через собственное намерение. Я сталкиваюсь сейчас в последнее время с тем, что чувствую, как люди стараются оправдать себя во всем и быть хорошими. Но это такое, знаете, поверхностное все. Потому что на глубоком уровне этого нет. Нет еще того внутреннего спокойствия, той внутренней глубины. И поэтому создается такая, знаете, вилка между тем, каким я хочу казаться, и каким я есть на самом деле. Так вот, когда вы начинаете чувствовать вот эти всякие сомнения, всякие переживания, вы просто одной эмоцией благости можете себя вытащить из любого вашего сомнительного, слабого состояния. Ну, например, Ах, какое небо! А ведь оно действительно сейчас красивое осеннее небо. То есть, давая себе на вдохе эмоцию, вы так вытаскиваете себя из ваших низкочастотных состояний, в которых, скорее всего, застряли. И вот, когда вы себя вытащили из этого состояния, конечно, вот тут вы и в состоянии почувствовать, что наставники с вами. Поэтому не они вас бросили, вы ушли куда-то. А вы перемещаетесь сейчас очень быстро. Потому что ментальная активность у всех высочайшая. С вами возвращение на более высокие уровни сознания. Продолжение следует... Продолжение следует...